Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной. Знакомое для нас место Писания, однако сохраняющее в себе бездну незнакомого, тайного, таинственного, увлекающего нас. Это наше отношение с Богом, это наше призвание, в которое призвал нас Бог. Матфея, глава 5, стихи 45-48. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущему нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа, пути Ревеки к Исааку. И обратились к исследованию признаков, содержащихся в невесте Агнца, которую представляет Ревека в достоинстве лилии долин, на которую мы призываемся смотреть, чтобы при сотрудничестве с истиной и силою Святого Духа сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. Луки 12, 27-35. Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малая стада, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. «Приготовляйте себе влагалище неветшающее и сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не подкрадывается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники ваши горящие». И для этой цели мы обратились к уникальным отношениям прекраснейшей из женщин со своим возлюбленным в измерении духа, которой наделена достоинством Мелелии и Долин, представленных в аллегориях в книге «Песни песней». Это способность прекраснейшей женщин смотреть на невидимые цели в достоинствах возлюбленного, чтобы называть несуществующее, как существующее, и таким образом подтверждать свою причастность к корням Авраама и Сары. Потому что, исходя из определений Писания, невидимые цели в достоинствах Бога, на которые мы призываемся взирать и иметь их в образе нашего мышления, это заповеди, содержащиеся в Писании, и образ видимых шедевров Его творчества, которые по своей сути вечные. В то время как видимые цели отражены в материальном успехе, благополучии и известности временные. А посему, когда мы, будучи детьми Божьими, обращаем наше внимание на видимые цели, они преобразовывают нас из поклонников Бога, выдало поклонников, и впоследствии производят жатву в вечном бесславии, позоре и тлении. Потому что принцип взирания – это действие одного из могущественных способов и принципов посева. Те объекты, на которые смотрим мы с вожделением, сеются в почву нашего сердца и производят плод, который трансформирует наше естество в природу этого объекта. А посему, когда мы смотрим на невидимые цели, представленные законом благодати, в достоинствах Бога, они преобразовывают нас в образ Сына Божия и в поклонников Бога. Исходя из Писания, такое преобразование производит в безмерном преизбытке плод вечной славы. 2 Коринфянам 4, 17-18 «Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо невидимое временно, а невидимое вечно». Итак, в данном случае, объектом исследования нашей невидимой цели, содержащейся в достоинствах Бога, в определенных постановлениях и заповедях стало повеление смотреть на скрытый процесс жизни, который протекает в динамике растущей лилии. Мы отметили, что рост лилии – это проявление жизни воскресения в теле святого человека, которое стало возможным благодаря смерти семени, в котором была посеяна лилия. Вот как Павел комментирует эту истину и этот принцип. 2 Коринфянам 4, 10-11 «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». То есть, как я часто утверждал, это величайшая истина, которая была долгое время сокрыта от детей Божиих, которые думали, что только там, за гранью этой жизни, они обретут наконец-то свободу от болезней, от зла, от зависимости всякие. А здесь написано, что если мы будем иметь семя лилии, а потом взрастим его в плот, то оно откроется в смертной плоти нашей, в исцелении, в славе Божией и в полной свободе от всякой зависимости от всего и сделает нас зависимыми только от Бога. А посему мертвость Господа в нас – это семя лилии, которым оплодотворена почва нашего сердца. В то время как жизнь Иисуса в нашем теле – это плод, взращенный из этого семени в предмете лилии долин. Красота лилии – это одно из нетленных достоинств Небесного Отца, явленное как в Его Сыне Иисусе Христе, так и в человеке, рожденном от Бога, во Христе Иисусе, который взрастил семя лилии в полноту меры возраста Христова. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Песни-песни 2.1.2. В данной аллегории достоинство лилии принадлежит как Небесному Отцу, Сыну Божьему Иисусу Христу, Святому Духу, а также и человеку, рожденному от Бога. В-третьих, природная красота лилии в достоинстве невесты Агнца противопоставляется тернам в природе других девиц, претендующих на звание невесты и на внимание ее жениха. Определение терна или категории людей, которые являются тернам, это заботы века, в которых человек взирает на видимые цели в предмете материального успеха, который заглушает семя Царства Небесного в смерти Господа Иисуса, и оно бывает бесплодным. Именно поэтому прочие девицы, преследующие и претендующие на статус невесты и на внимание к себе возлюбленного уподоблены тернам, потому что цель, которую сделали они объектом своего взирания, является видимое, материальное процветание. Образ жилилий в сердце человека – это результат взирания на невидимые цели в достоинствах Небесного Отца. Это плод жизни в предмете Царства Небесного, пришедшего в силу, который ранее был принят в добрую почву человеческого сердца в предмете смерти, семени, Господа Иисуса Христа. Из чего мы сделали вывод, что мы сотворены Богом с таким предназначением и с такими возможностями, чтобы при взирании на определенные цели, будь то положительные или отрицательные, преображаться в их состояние и в их образ. При этом суть наших возможностей состоит в том, что мы не способны одновременно смотреть на враждующие друг с другом и противостоящие друг другу цели в предмете видимого и тленного и в предмете невидимого и вечного. А посему, учитывая, что мы ко всему прочему сотворены по образу и подобию Божию суверенными, то прежде чем смотреть на одну из враждующих друг с другом сторон или целей, объектов, нам, как человекам, наделенным суверенными правами, необходимо будет сделать выбор либо в пользу видимого и тленного, либо в пользу невидимого и нетленного. Второзаконие 30.19.20 подтверждает эти суверенные права человека и как Бог представляет ему возможность смотреть на видимое и на невидимое. на смерть и на жизнь, на проклятие и на благословение. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, склятвою, обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Итак, невидимые цели в предмете богатства нетленного представляют интересы жизни, вечной в Боге и с Богом, которые призваны и готовы открыться к последнему времени, то есть ко времени жатвы. В то время как видимые цели в предмете богатства тленного представляют интересы вечной смерти в сатане и с сатаной, который выдает себя за Бога и является противником Бога, а также тех людей, которые смотрят на невидимые цели в Боге, которые также призваны открыться к последнему времени. Смотреть на невидимые цели – это не оглядываться назад или, познав путь правды, не возвращаться назад. А посему вся многозначность и вся многофункциональность жизни, содержащейся в невидимом достоинстве растущей лилии, призванной определять природу добрых дел во Христе, которые мы призваны исполнять при служении Богу, это наше предназначение и наша благословенная судьба в Боге. Образ растущей лилии – это образ человека, обладающего мудрым сердцем благодаря принятию ума Христова, из чего мы сделали вывод, что Святой Дух пасет человека с мудрым сердцем между лилиями при условии, если этот человек общается с подобными себе людьми, которые, как и он, обличены в достоинство лилии. Притча 13, 21. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми – развратится. А поэтому не обманывайте самих себя, что дружа с отступниками, с беззаконниками и с грешниками, которые называют себя верующими людьми, вы их обратите. Это они вас сделают беззаконными. Когда нечистое касается чистого, то этим самым нечистое не становится чистым, а чистое становится нечистым. Если вы являетесь образом чистого жертвенника, и вы соприкасаетесь с нечистым, и кладут нечистую жертву, то есть цели другие, то вы сделаетесь нечистыми. Глупые люди надеются и уповают на возможности своего интеллекта и определяются Писанием, как худые сообщества. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15, 33. А посему, чтобы определить и испытать себя как на причастность к семейству лилейных, так и на причастность к тому, кто пасет нас, и между какими истинами мы пасемся, то нам необходимо иметь полное познание тех свойств и характеристик, которыми в книге «Песни песней» наделена прекраснейшая из женщин в достоинстве лилии долин. Во-вторых, нам необходимо также иметь полное познание тех свойств и характеристик, которыми в книге «Песни песней» наделен тот, кто пасет нас, а вернее, кто должен являться нашим пасухом, кто должен представлять делегированное отцовство Бога в Церкви Христовой. В-третьих, необходимо иметь полное познание тех свойств и характеристик, которые содержатся в истинах и определяют тех человеков, которых пасет возлюбленный. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели ряд аллегорий, в которых содержатся признаки в достоинстве лилии долин. На предыдущих служениях мы остановились на исследовании некоторых навязчивых обращений прекраснейшей из женщин от некоего безымянного сообщества. Песни песней 7.1. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись». И мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод моноимский? В данной аллегории имеется пять моментов, которые заслуживают нашего внимания и их исследования. Это тайна, содержащаяся в прозвище Суламита. Это цель, преследуемая в обращении к Суламите, оглянись. Это реакция Суламиты на обращение к ней безымянного сообщества. Это тайна беззакония, содержащаяся в безымянном сообществе. И это принцип, использованный Богом для защиты Суламиты. Мы решили проверить самих себя, имеем ли мы аналогичные обращения от этих безымянных сообществ. И такая ли у нас реакция на эти обращения, как у прекраснейшей и женщин. То есть присутствуют ли в нашем сердце те достоинства, принципы и устроения, которые присутствуют в сердце у прекраснейшей и женщин из книги «Песни песней», которые дают ей право называться достоинством имени Суламита, содержащимся в арсенале достоинств Лилии Долин. И таким образом быть отличенной и возлюбленной у своего небесного Отца, представленного в лице возлюбленного. И прежде чем рассматривать навязчивое обращение от непонятного пока нам сообщества, которое повторяется в данном изречении четыре раза, мы вначале обратили наше внимание на имя Суламита, которым называют прекраснейшую и женщин это безымянное сообщество. А также на то, как некто вступается за нее и защищает ее от домогательств этого безымянного сообщества. Потому что на протяжении всего Писания имя Суламита встречается только один раз и только в этом месте Писания. Мы обнаружили, что на самом деле имя, то есть Суламита, это не имя, а место, из которого происходит или в котором живет прекраснейшая женщина. Так как на иврите имя Суламита или прозвище Суламита означает девица из Санама или просто Санамитянка. И таких Суламит или таких Санамитянок девица из Санама могло быть тысячи и десятки тысяч в городе Санам. Мы отметили, что всякий раз, когда Писание приводит кого-то без указания имени, но с указанием только своего происхождения, всегда имеется в виду какая-то цель, а вернее тайна, которая содержит в себе некое достоинство или титул, исходя же из того, что прозвище Суламита это девица из Санама, следует, что этим самым Святой Дух отметил некие достоинства своей избранницы, связанные с названием местности Санам, из которого она происходила. А почему, чтобы уразуметь тайну в прозвище Суламиты, мы пришли к необходимости рассмотреть место расположения города Санама и события, которые в Писании связаны с этим таинственным и удивительным городом. Санам – это город в уделе Иссахара, содержащий в себе предназначение и призвание Иссахара, которые призваны наследовать во Христе Иисусе святые избранники Бога всех поколений и веков, независимо от их социальной и религиозной принадлежности, а также их национальности и пола. Во-вторых, Санам – это место, где в свое время филистимляне разбили свой стан перед решающей битвой с Израилем на горе Генвуй, на которой Бог произвел свой суд над Саулом, и он погиб в этом сражении, чтобы передать царство Давиду. В-третьих, Санам – это город, в котором жила одна богатая, безымянная женщина, которая построила над стеной из своего дома жилище для пророка Елисея и его слуги Геезия. В-четвертых, Санам – это родина Ависаги, девицы, обладающие редкой красотой, и чтобы из множества девиц стать избранницей царя Давида, его евнухи обошли весь Израиль. Пока не нашли в Санаме эту девицу. Писание оставило ее без имени, только оставило ее происхождение. Ависага – это тоже Санамитянка, это тоже Соломита. Учитывая же, что эти четыре свершения произошли в сердце прекраснейшей из женщин, в сердце, и таким образом наделили ее и облекли ее определенными достоинствами, нам необходимо было в этих событиях уразуметь, какие условия нам следует выполнить, чтобы облечься в эти четыре достоинства, которые представлены в Писании в событиях Санам. Рассматривая события первое, мы пришли к выводу, что так как Санам располагался в уделе Иссахара, то в имени Иссахара как раз и содержалось достоинство Соломиты и условия, которые она должна была выполнить, чтобы обладать этим достоинством. Это достоинство обуславливало для Соломиты предназначение Божие, а в ее лице это предназначение было стать призванием всех наследников Царства Небесного, призванным к совершенству Небесного Отца во Христе. Бытие 30, 18. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему и нарекла ему имя Иссахар. Бытие 30, 18. Исходя из этого места Писания Лия, жена патриарха Якова дала родившемуся у них сыну имя Иссахар, который означает возмездие Божие или воздаяние Божие. Исходя из значения содержащегося в имени Иссахар, следует, что Соломита удостоилась быть облеченной в достоинство возмездия Божие, в силу чего стала носительницей и представительницей возмездия Бога Вседержителя. И чтобы облечься в мантию божественного правосудия или живризы божественного мщения, выраженные в прозвище Суломита, прекраснейшая и женщин, призвана была посредством взирания на достоинство своего возлюбленного уразуметь совершенную волю Бога, которая содержалась для нее в выполнении определенных условий, представленных в посеве Иссахара, который затем и облег его в плод возмездия. Чтобы получить плод, вначале нужно принять семя и взрастить его в плод. Посмотрим, как это сделал Иссахар. Бытие 49, 14, 15. Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Санам в измерении духа в пределе удела Иссахарова находится между протоками живых вод. Образ крепкого осла – это образ человека, привязавшего себя к лозеве и награда. Крепость такого человека состоит в крепости его веры, в которой он взирает на невидимое и в которой называет несуществующее как существующее. И чтобы утвердить за собою данный ему удел, он преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Преклонить плечи свои для ношения бремени означало приготовить сердце свое к слушанию Слова Божьего и быть готовым немедленно и неукоснительно выполнять услышанное. А это означает прийти ко Христу и взять на себя Иго Христова, чтобы носить бремя Христова и таким образом научиться от него крутости его сердца и смирению его сердца. Работать живоплату дани означает пустить залог своего спасения в предмете своего спасения в оборот, то есть пустить удел свой, серебро спасения, а расположиться между двух живых потоков вот это поселиться в Слове Божьем и во Святом Духе. А это означает постоянно взирать на то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, а также жить и уповать на то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Взирая, живя и уповая на то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, мы как раз опускаем в оборот доверенное нам серебро спасения или же работаем в уплату дани. Работая в уплату дани, прекраснейшая женщина в лице Иссахара забелела, как снег на Силмоне, посвятив себя в собственности распоряжения Бога, и благодаря своего посвящения стала горой Божией, на которой Бог решил пребывать вечно. Таким образом, власть Бога, обусловленная в высокой горе Васана, дала силу ей представлять возмездие Божие. А результатом выполнения этого призвания явилось благоволение Божие обитать и пребывать на этой горе вечно, что обуславливается для прекраснейшей и женщин в получении печати Божией Господь там. Бог говорит, я буду пребывать вечно на этой горе. Второе событие в Санам – это битва филистимлян с Израилем на горе Гилвуй, где посредством Суламиты в лице Давида Бог произвел свой суд над Саулом, и он погиб в этом сражении, чтобы передать царство Давиду. Так как мы об этом уже достаточно размышляли, я иду дальше. Третье событие в Санам произошло в лице одной бездетной богатой женщины, которая построила над стеной своего дома жилище для пророка Елисея, и Геезия, его слуги. Это событие выразилось в получении семени дара оправдания, которое она получила в сыне, которое она взрастила в плод воскресения, в котором она могла творить правду и возмездие Бога Вседержителя. Итак, четвертое событие в Санам – это родина Ависаги-Сунамитянки, девицы, обладающие редкой красотой. И как мы с вами уже упоминали, что из множества девиц, чтобы стать из множества девиц избранницей царя Давида, его евнуки в поисках такой девицы обошли весь Израиль. Когда царь Давид состарился, 3-й царств, 1-1-4, и вошел в преклонное лето, то покрывали его одеждами, но он не мог согреться. И сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. Как будто бы у него не хватало жен для этого, которые могли бы лежать с ним и согревать. Это я просто образ показываю, что здесь скрывается некая тайна. Это не просто история и все. И искали красивой девицы во всех пределах Израильских, и нашли в Исагус-Санамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива. И ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Это одно из многих неудобо-разумительных мест Писания, на котором притыкается земной интеллект человека, и который является поводом для всякого рода инсинуации и пренебрежения к мужу, высоко поставленному Богом, то есть к Давиду. Суть этого события, в котором профигурировала девица Израильская, как избранница для царя Давида, состоит в том, что Висага-Санамитянка стала прообразом невесты Агнца. Старость Давида в данном событии является образом закона Моисеева, обусловленного плотью, который был бессилен освободить человека от закона греха и смерти. В то время как образ Висаги-Санамитянки, представляющий образ нового человека во Христе Иисусе, в союзе со старившимся Давидом, представлявшим закон Моисея, не имел силы полноценного брачного союза, в котором они могли бы познавать друг друга и развиваться друг в друге. А посему союз со старившись Давида и Висаги-Санамитянки представлял образ невесты Агнца, который не предназначен был средством для познания друг друга, призванным освобождать человека от закона греха и смерти. Как написано Римлянам 8, 1, 10. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал сына своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. То есть, если человек мыслит о приобретении материальных благ, это помышления плотские, они приведут его к смерти. Если он мыслит о том, как взрастить в себе Царство Божие и семени Царства, которые он получил, то это помышления духовные, которые приведут его к жизни и миру. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, то ты не его. А если Христос вас, то тело мертвого для греха, но дух жив для праведности. Тело мертвое для греха. Таким образом, данное событие связано с Анамом, которое облекло прекраснейшую женщину достоинство Суламиты. Это достоинство свободы во Христе Иисусе, в котором прекраснейшая женщина в плоде своего чрева демонстрирует во Христе Иисусе свободу от закона греха и смерти. То есть, да, она соприкасается с законом, как мы, потому что благодать исходит из закона, хотя и независимо от закона, но она исходит от закона. Мало того, закон является детоводителем ко Христу. То есть, таким образом, мы видим, что прекраснейшие женщины наследуют во Христе Иисусе свободу закона греха и смерти в этом союзе. Именно здесь этот образ. Но теперь, когда в определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит достоинство Суламиты, пришел черед рассмотреть, кто и зачем так настойчиво пытались убедить Суламиту оглянуться назад. И что и зачем эти некто, у которых нет даже собственного имени, преследовали в своих целях. На иврите глагол оглянуться означает возвращаться назад, поворачивать назад, оглянуться, озираться, отступить от заповеди завета, возвратить назад победу, приносить назад трофеи, возместить потерю, быть приведенным обратно в качестве пленника. Учитывая же, что слово «оглянись», обращенное к Суламите, прозвучало четыре раза, следует, что эти представители, утратившие свое собственное имя, преследовали одну цель, чтобы, как и они, в свое время Суламита возвратилась назад от преданной им святой заповеди. Потому что обращение «оглянись», произнесенное четыре раза, указывает на реку, которую пустил дракон, и спасти своей, чтобы отвратить Суламиту от четырех базовых учений, в которых она пребывала и от которых ее пытались отвратить ее недруги. Это учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Именно поэтому здесь говорится, что они пытались четыре раза. Не просто писание говорит «оглянись», 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 потому что она стоит на четырех базовых учениях. Из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки Бытие 2.10. Разумеется, что как Бог в силу установленного им порядка суверенности не может ничего производить в сердце человека и среди человеков на планете Земля, если не найдет подобного себе человека, сердце которого станет Едемом, а уста его орудием, из которых сможет выходить река жизни и потом разделяться на четыре реки. Вот как об этом сказал Христос в одном из своих изречений или проповеди. Иоанна 4.14. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть она будет вытекать из его уз в жизнь вечную. «Так и дракон не может изливать реки лжеучений, если не найдет среди человеков подобного себе человека с подобным себе сердцем, уста которого могли бы стать его орудием. Когда же дракон увидел откровение 12.13.16, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, и данной были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. «И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Посему пастью дракона, изливающего реки лжеучений, противопоставленную четырем рекам, вытекающим из Едема, является уста человека, имена которых были изглажены из книги жизни, которые ранее были там, но затем были изглажены, потому что они возвратились назад от преданной им святой заповеди, в силу чего они утратили свои имена, представляющие их жилище и их достоинство в Боге. Насколько нам известно, каждое из этих четырех учений, от которых пытались отвратить Суламиту, содержит в себе тройственность, которая в каждом из этих учений преследует единую цель, но содержит в каждом из четырех учений три различные функции, связанные с тремя степенями посвящения. Таким образом, в сумме этих четырех учений мы имеем двенадцать базовых учений, которые обуславливают инфраструктуру и порядок Царства Небесного. 2 Петра 2, 20-22. «Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Я полагаю, что теперь становится ясным, кто стоит за желаниями обратить Суламиту от преданной ей заповеди. Это бывшие друзья Суламиты, потерпевшие кораблекрушение своей веры, которые в угоду своим прихотям, подобно павшему Херувиму и его последователям, оставили свое жилище и свое достоинство, которое обуславливало их собственное имя. И таким образом они навсегда утратили свои собственные имена, за что и соблюдается Богом вместе с ангелами, не сохранившими своего достоинства в вечных узах под мраком на суд великого дня. Но самое потрясающее состоит в том, что эти люди не признают этого фактора, что они находятся в земле проклятия вне Бога, и как Каин продолжают совершать попытку служить Богу в земле Нод. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. То есть он называет первенцей Енохом. Совершенство, которое приходит только в седьмом сыне. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Бытие 4, 16, 17. На иврите земля Нод, от которой Бог отвернул свое лицо, дословно звучит как земля неприкаянных, земля проклятых, или земля, забытая Богом навсегда. А так как служение и поклонение людей неприкаянных, происходящее вне лица Божия, не совпадает со служением и поклонением Суламиты пред лицом Господним, то именно этот фактор как раз и побуждает неприкаянных к тому, чтобы Суламита, как и они в свое время, обратилась назад от преданной им святой заповеди, и точно так же, как и они, обратилась к иному благовествованию. По словам апостола Павла, этот новый открывшимся им род благовествования есть не что иное, как только люди, смущающие Суламиту и желающие извратить и превратить благовествование Христова. Об этом же писал и апостол Иуда. 1 глава 3-6 стих. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть, каким образом они отвергают единого владыку и Бога Господа Иисуса Христа, когда они сами выбирают себе пасторов путем голосования, или когда следуют за теми, кто сам себя проволосил пастором, разделил церковь и повел за собой людей. Все церкви, у которых есть такие пастора, они следуют в бездну, и люди за ними туда же последуют, если они не уйдут из этих мертвых мавзолеев, из этой земли нот, земли проклятия. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Они были избавлены, но потом все равно Бог погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Фраза и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, указывает на то, что прежнее достоинство и жилище ангелов – это их собственные утраченные имена. А теперь хотя бы вкратце я хотел обратить наше внимание на реакцию Суламиты, которая явилась красноречивым ответом на обращение к ней людей, утративших свои имена, чтобы она подобно им оглянулась и чтобы они могли бы посмотреть на то, что с ней произойдет. Потому что для этого безымянного и презренного сообщества обращение Суламиты от учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, является их излюбленной пищей и их питьем. Однако правильная реакция прекраснейшей и женщины на это обращение приведет это сообщество еще в большую раздражительность. Потому что от ее правильной реакции будет зависеть, сохранит она свой статус Суламиты или нет. Возможно, кто-то возразит, но да, в данном изречении об этой реакции вообще ничего не говорится. Однако именно это молчание, а вернее полное игнорирование, в котором Суламита ведет себя так, как будто и не слышит этого настойчивого и навязчивого к ней обращения, чтобы она оглянулась, как раз и является ее правильной реакцией. Это и есть красноречивый ответ, который оставляет желание и алканье ее противников невосполненными. Вот представьте себе, если бы реакция Евы в Едемском саду на вопрос змея, подлинно ли сказал Бог, была такой же, как в данной ситуации повела себя Суламита, мир не претерпел бы такой катастрофы и сценарий взращивания духовного человека, в котором человек призван был оставить младенчество, чтобы стать мужем, был бы совершенно иным. Вы помните, что сделала Ева? Она стала разговаривать, она обратила внимание на змея, во-первых, она его пропустила, а то, что Суламита не обращает внимания, это говорит о том, что ее двери закрыты для этого голоса, она его не слышит, просто она его не слышит, полный игнор. Говорите что угодно, орите что угодно, обзывайте как угодно, глумитесь как угодно, а я буду славить Господа. Так как он мне открыл по слову, как я однажды это принял в моем оправдании, то есть, а ей представляется иное благослование, иное родслужение, иные допуски, то, что раньше не разрешалось в этих безымянных сообществах, теперь это разрешается. Поэтому категория Суламиты это сердца избранных, обладающих природой зрелых овец, которые знают голос своего пастуха и откликаются только на голос своего пастуха, и идут за голосом только своего пастуха, за чужим же не идут, но бегут от него. Иоанна 10, 1, 5. Мы разбираем реакцию Суламиты на обращение к ней четырежды. Оглянись, оглянись от этого непрекаянного сообщества, не имеющего, утративших собственные имена. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Инди, тот вор и разбойник. А входить дверью, это значит, нужно было обратиться не к Еве, а к Адаму. Потому что Ева не слышала напрямую голос Бога, то, что Бог завещал Адаму. Это Адам уже передал ей, что Бог ему завещал. И, конечно, змей знал, что если он подойдет к Адаму, Адам не будет с ним разговаривать. Но он подошел к Еве. Это называется через окно. Когда вы не через власть подходите, когда подходит человек и говорит какому-нибудь члену церкви, А вы верите, что ваш пастор действительно все правду говорит? А вы правда полагаете, что все он говорит, что это действительно правда? А разве вы не знаете, что любой пастор – это человек, который может ошибаться? И когда эти люди так говорят, и эти пастора так говорят, они почему-то не относят это к себе, а только к тем, кого они хотят отвратить от благовествования, чтобы преподнести им иное благовествование. Как один негодный человек сказал мне, я сказал, что случилось? Почему вы уходите? А он мне говорит, у нас иное благовествование. Ты правильно проповедуешь, все у тебя было, ты остался в том. Но нам открылось иное благовествование. Мы по-иному видим Евангелие. То есть, вот, оказывается, у них иное благовествование. Павел говорит, это не иное благовествование, это люди, которые хотят вас увлечь. Это просто бесчинство. Это просто вы сами обратили себя в нечестивых, вы сами оставляете свое достоинство, свое жилище, и потом не на кого будет пенять. Поэтому перед Великим Белым Престолом вы будете молчать. Вам нечем будет оправдаться. Потому что Бог вас не изгонял из своего царства. Вы сами его оставили. В лице тех церквей, в которых Бог вас воспитывал, а вы потом бросили вызов этой церкви и вышли из нее. Быть зрелой овцой стада, которая пасет возлюбленный, означает, с одной стороны, обладать в своем сердце состоянием и природой овцы, знающий голос своего пастыря. А с другой стороны, не знать в своем сердце голос чужого пастуха и убегать от чужого голоса. Если вы помните, в пятницу мы как раз разбирали этот момент, что праведник уклоняется от зла и что существует много положений, каким образом Суламита не слышит голос чужого пастуха, вот эти вот голоса, оглянись, оглянись. То есть иногда нужно убегать от греха, как от лица змеи, не разговаривать с человеком, который задает вам подобные вопросы, как змей затыкает свое ухо, а другое к земле, чтобы заклинатель его не мог заклясть. Будьте мудры, как змеи. То есть здесь реакция Суламиты показана, как мудрость змеи. Она не слышит. Почему она не слышит? Потому что она закрыла свои уши. Она ведет себя так, как ее возлюбленные. Посмотрите, как сказано о возлюбленном у пророка Исаии. «Кто слеп, как раб мой, мною посланный, и глух, как вестник мой, мною посланный, слышал многое, но не обращал внимания, не слышал». То есть вот эта способность слышать и не обращать внимания, игнорировать. Вам говорят, а вы не обращаете внимания. Всякий раз, когда начинается худая молва на какого-либо святого Божьего человека, вы просто не принимаете, потому что вы не слышали это от самого этого человека. Вы слышите, что кто-то это так о нем говорит. Я уже привык разбираться в этих вещах. И когда мне приходят и говорят о каком-либо человеке худую молву, я прекрасно понимаю, что то, что они мне говорят, не обладает стопроцентовой истиной. Почему? Потому что этот человек мог неправильно воспринять. Ведь мы воспринимаем другого человека, по сути, в том виде, в котором мы сами находимся. Если мы в неправильном состоянии, а человек говорит правильно, мы будем понимать его речь неправильно, потому что мы сами в неправильном состоянии. Если же у нас правильное состояние, а человек говорит неправильно, мы никогда не будем передавать, кому попало. Мы придем к пастору и скажем, а пастор уже знает, как разобраться с этим человеком. Но нельзя передавать худую молву друг другу и принимать худую молву друг другу, поэтому избегать, уклоняться, иногда написано, беги от греха, как от лица змея, иногда люди говорят, я праведник и идут, ты праведник, но написано, не дружи с этими людьми, посмотрите, эти люди вначале выходят от нас, а потом вдруг начинают искать с нами общение, и говорить, мы вас любим, это вы нас так любили, когда мы умывались кровью, когда вы нас топтали, это вы нас так любили, а теперь вы так переживаете за нас, то есть, конечно бы, если кто-либо из них по-настоящему поймет и покается, когда Бог покажет величие своей избранницы, еще не пришло время, мы еще с вами находимся для них в мертвом состоянии, в гробу, они пока радуются, что они нас похоронили, ничего для них не случилось, для них пища и питье, это, если с нами что-то случается, это для них необыкновенная радость, они просто едят это, даже если вы их будете обманывать, чистую ложь говорить, там такое и такое, они будут в это верить, хотя будут знать, что там не так, но они будут жить этой ложью, они будут жить ей, и поэтому убегать от зла, от голоса чужого пастуха, а вот от этих мыслей уклоняться, вот что сделала Соломита. Встает вопрос, каким же образом следует испытать себя на предмет знания голоса своего пастыря? Характеристики, обуславливающие знание исследованию голоса возлюбленного, разлиты во всем Писании. Однако, чтобы обусловить и конкретизировать их суть, я приведу восемь конкретных составляющих, по которым мы сможем определить степень своего посвящения возлюбленному, хотя их гораздо больше, так как именно степень посвящения в имеющихся составляющих как раз и содержит в себе способность отличать голос своего возлюбленного от голосов иных и способность следовать за его голосом. Первая составляющая, которую я хочу привести, посвящение, дающее возможность отличать голос своего пастуха от голосов иных в своем сердце и способность следовать за голосом своего пастуха состоит в завете крепком и непреложном заключенном с Богом на рассвете утра при восходе солнца. 2 Царств 23, 4, 5. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? На рассвете утра. Вы знаете, мы часто обращаем внимание, как нечестивые рассматривают утро и как праведники рассматривают утро. Нечестивые так рассматривают утро. Живут прекрасно, не болеют, все течет хорошо. Материальный успех. Они создают свои служения, потому что Бог связал их в связке. Ангелы Божьи очистили церковь от этих непрекаянных людей. И они связали связки, как Каин. И начали служить Богу. И называют своих первенцев вот такими именами. И они говорят, о, вот милость к Божьей не прекратилась нам, потому что утро наступило, вот и милость Божья не иссякла к нам. Они рассматривают, что если они проснулись утром и все хорошо, значит, милость Божья обновилась к ним, как обновляется утро. Однако мы знаем, что под утром в духе просматривается плод воскресения, когда из семени, которые вы приняли и которым была оплодотворена почва вашего сердца, это были слезы, потому что при оплодотворении семенем всегда сеется со слезами. То есть вам говорили, где ваш Бог? Ну, покажите вашего Бога. Ну, вот вы это исповедуете. Ну, и где это? Ну, и что это? Но оно же не может сразу быть явлено. Вы приняли только семя. А семя отличается от плода. Нужно бережно сохранить это семя, поливать и взрастить его в плод. Так вот, утро – это плод. Ночь – это семя, которое находится в земле и растет. В это время мы испытываем атаку необыкновенную. Оглянись, оглянись, оглянись. Но когда приходит плод воскресения на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава и земли. То есть мы видим вот этот рост вырастает. Начинает нечто вырастать. Пища, которой мы начинаем питаться в нашем сердце, вырастает. И написано почему? Потому что мы видим завет вечный. Бог положил с нами крепкие и непреложные. И этот завет говорит о том, что мы праведны, мы уверены в своей праведности, потому что это было не наше дело, это не мы заслуживали. Мы просто, будучи грешными, покаялись и приняли оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Вот в этом семени. И, конечно же, дьявол все время кричал ему, да какой ты праведник, посмотри, ты взрываешься от одного слова, ты как спичка возгораешься, какой ты праведник. А нам нужно было говорить самому себе, я праведник не потому, что я достиг этого, я просто принял этот дар. Да, он пока не может, не имеет силы, не возрос. Вы знаете, когда маленький младенец мужского пола рождается в царской семье, ну, это будущий царь. Но он не только не может повелевать войскам и государствам, он за собой-то смотреть еще не может. Его нужно все время пеленать, потому что он пачкается. И вот когда ему говорят этому царю, да какой ты царь, посмотри, тебе все время надо снисходить к тебе и так далее. Но он царь. Бог приставил к нему специальных слуг, которые как закон служат ему. Закон, где-то водитель. Потом, когда он вырастет, то вот этот закон, который служит ему, как Давид, мы видели, он на самом деле не сможет его опознать, вот эту Ависагус-Анамитянку. Потому что не закону познавать Моисееву, а закону благодати, когда Давид в лице Иисуса сойдет в силе Святого Духа на новое творение, и тогда он познает свою невесту. Так что вот здесь именно вот этот рассвет утра, чтобы мы поняли, здесь речь идет о плоде, который вырос из семени. Вторая составляющая посвящения, дающая способность отличать голос своего пастуха от голосов иных и способность следовать за его голосом, состоит в нашем решении питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения. Исайя 7, 15. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Даже Иисус, Сын Божий, когда родился от Марии без посредства человека, от Святого Духа, Он не мог сразу отвергать худое и избирать доброе. Если бы Он мог, как мы с вами говорили, отвергать худое и избирать доброе, Он не оставил бы своих родителей, не предупредив их, и не остался бы в храме. А потом не оправдывался бы пред ними, а разве вы не знаете, где мне надлежало быть? Но написано, а потом Он смирил Себя, подчинил Себя и был в послушании у них, пошел с ними. То есть, Ему нужно было возрасти. Ему как человеку нужно было возрастать, и Бог создал и дал Ему такое тело, в котором Он должен был постепенно постигать, возрастая Своего Небесного Отца. Да, Он знал, что Он Сын Царя, Царей Господа, Господствующий. Он знал, что Он Мессия Израиля. Но Он должен был, прежде чем Господь Его пошлет, Он должен находиться там. Ведь Бог Его еще не послал открыться. А чего это Он пошел в храм открываться раньше времени? И поэтому Он после этого был в повиновении. И только когда Ему исполнилось 30 лет, Святой Дух внезапно Ему проговорил, «Сын мой, а теперь настал час, чтобы явить Себя миру». И Он немедленно пошел на Иордан, к Иоанну, креститься от Него. Так что, а до этого Он должен был питаться молоком и медом. Он должен был слушать своего отца, свою мать, а также учителей, равенна в того времени, чтобы понимать и сознавать постепенно. Далее. Третья составляющая посвящения, позволяющая отличать голос своего пастуха от голосов иных, и способность следовать за его голосом, чтобы у нас была такая реакция, как у Суламиты, на обращение навязчиво от безымянного сообщества, «Оглянись, оглянись, оглянись, оглянись». Исайя 11,3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить, не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Видите, это тоже о Христе говорится. Оказывается, Христос не сразу обладал страхом Господним, не будучи младенцем, потому что он не мог еще решать дела. Написано, «И страхом Господним исполнится». То есть это как бы будущее. Вот когда он исполнится, тогда он сможет судить, не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. И мы знаем по Писанию, что страх Господним – это премудрость Божия. Это Божья премудрость. Но чтобы обладать Божьей премудростью, надо возрасти. В духовного мужа нужно вырасти. Вырасти. И поэтому Христу надо было и духовно возрастать, и по плоти возрастать. И вот когда он возрос, и когда он исполнится страхом Господним, вот тогда он мог судить, то есть отличать добро от зла. Так и мы. Когда мы будем обладать страхом Господним, мы будем исполнены страхом Господним и будем поклоняться в страхе Господнем, тогда мы легко будем отличать голос вот этого навязчивого сообщества от своего пастуха. Потому что сегодня много негодных людей, которые называют себя пастухами, пророками. «Бог меня послал!» Посмотрите, вот результат того, что я делаю. Вот. Ну и что результат делаешь? Вот. Ну вот хоть сколько бы вас было, как мы недавно говорили, хоть какое у него большое сообщество, но если он пришел на Рижский вокзал, чтобы сатану в Киев отправить со своей церковью, а тот киевский другой, подобно ему, вот, кричит, на каком основании ты отправил его в Киев и разорвал с ним отношения. То есть вы понимаете, что хулиганы обыкновенные называют себя харизматами, но никакие они не харизматы. Никакие они не харизматы. Хулиганы обольщенные. Далее. Четвертое составляющее посвящения, дающее способность отличать голос своего пастуха от голосов иных и следовать за его голосом, состоит в том, что сердце этого человека будет являться местом покоя для Сына Человеческого. Вот если наше сердце является покоем, и Христос может там успокоиться, значит, мы различаем его голос от голосов иных. А это означает, что в этом сердце лисицы не могут иметь свои норы, и птицы небесные не могут иметь свои гнезда. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, пристав мертвым, погребать своих мертвецов, а Ты иди и благовествуй в Царствие Божие. Интересно, да, вот обратите внимание, один просит, говорит, я пойду за Тобою. Он говорит, у меня негде голову преклонить в Твоем сердце, потому что у тебя есть норы, в которых лисицы живут, и гнезда, в которых живут птицы и вьют свои яйца. И мы знаем, кто такие лисицы, которые вьют норы. Это лжепророки, которым мы доверяем. Это когда мы Слово Божие ставим на второстепенное место, а пророчество на первостепенное. Любое пророчество должно проверяться Словом Божьим, и никогда его нельзя ставить выше. Но когда мы возвеличиваем так называемого человека, которого называем пророческий сосуд, ну что Господь сказал обо мне? Возьми книгу и прочитай, что Господь о тебе сказал. Потому что этот человек мало что скажет о тебе. А если он скажет о тебе, а Библия говорит о тебе совсем другое, так тогда ты подойдешь к Богу и ты скажешь, Господь, он скажет, я не знаю, ты кто такой? Как? Ты учил нас, мы пророчествовали, и я слушал это, вот ты же мне пророчеством обращался. Он скажет, я вас никогда не знал. То есть вот это и означает, лисицы имеют нора, когда человек больше ценит и на шкале приоритетов ставит пророчество. Мы не должны пренебрежительно относиться к пророчеству, но пророчество это что такое? Этот человек пророчествует по мере веры. Если его малая вера, мера, то есть его духовный рост, он будет пророчествовать вот в этом, то есть к слое, в этой степени он не сможет говорить о великих вещах Божьих. Ко мне как-то одна подошла, сестра говорит, сын мой, так говорит Господь. А я говорю, я и так знаю, что я сын. Дальше что? Господь тебя любит. Я говорю, я и без тебя знаю, что он меня любит. Дальше что? Ну просто, что Господь тебя любит. Слушай, Дух Святой не будет так просто пророчеств. Пророчество дано для увещания, назидания. Оно будет открывать либо то, чего я не знаю, либо исправлять мои пути, но льстить мне оно не будет. Я и так знаю, кем я являюсь во Христе Иисусе и кем является для меня Бог во Христе. То есть, поэтому вот это, норы, а другой говорит, Господи, я пойду, похороню моих родителей. То есть, пока я родителей не похороню, я не могу пойти за тобой, потому что мои родители против того, что ты говоришь. Они не понимают этого учения. Они остаются вот на тех пониманиях, как им первосвященники, книжники и равены рассказали, как истолковали. А ты толкуешь совершенно по-другому. Наши сердца это приняли, но наши родители это не приняли. Но Иисус видит, что у них нет нор и у них нет гнезд, потому что гнезда это разные мысли, которые приходят непонятно от кого и откуда, но не мысли Божии. И они свели у них там гнезда. У него этого нет. То Господь, посмотрите, что ему говорит, потому что он говорит ему на основании заповеди. Господи, заповедь говорит, чтобы я почитал моих родителей. И я должен почитать их, оставаться с ними до тех пор, пока они не умрут, а потом я пойду за тобою. Он говорит, представь мертвых погребать мертвецам. Мертвых не почитают. Если твои родители отказываются следовать истине, будучи верующими, в таком случае твои родители мертвы для меня, а мертвых не надо почитать. Почитайте живых, то есть тех, которые следуют за мною. Если они отказываются, следуют за мною. И следуют за каким-то иным благовествованием. Вы должны понять, что вы умерли для этих родителей, и они умерли для вас. И пусть их хоронят те, подобные им мертвецы. Жестко, да? Но тем не менее, это не мои слова, и мое толкование, это слова Христа. Только тогда, когда у нас будет вот такая, такая мера и такое мужество по отношению к своему дому, оставить свой дом, оставить свою национальность, практически здесь Христос сказал об оставлении своего дома. Слыши, черри, смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и вожилай, царь красоты твоей. Здесь Он говорил о доме. Остав своих родителей, пусть их погребают и их мертвецы. Далее, пятая составляющая, посвящение, дающая способность отличать голос своего пастуха от голосов иных и следовать за его голосом. Состоит в том, что это сердце, возложив руки на плуг, не будет озираться назад. Луки 9, 57, 62. Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи». Это продолжение того местописания, которое мы прочитали выше. Это продолжение. Еще другой сказал, «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Небесного». Или Божия. Обратите внимание, в одном случае он сказал, «Пристав мертвым погребать мертвецов», то есть уйдет с своего дома. В этом же случае он говорит нечто еще другое. Он говорит, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Небесного». Тот сказал, «Я похороню их, а потом пойду». А этот говорит, «Позволь мне проститься с домашними моими». Попрощаться с ними. Он сказал, что если человек идет прощаться с домашними своими, которые не следуют путем Небесного Отца, которые знают этот путь, но отказываются следовать истине, не хотят противиться истине, то Иисус говорит, «Если ты принял эту истину и идешь с ними прощаться, то ты, как человек, который возложил руку на плуг и озирается назад». Это говорит, что сердце твое связано с твоими домашними. Почему ты пойдешь с ними прощаться? Ну, прощаются с близкими людьми, с близкими, которых вы любите. Представьте себе, как выдернуть любовь к людям, которые тебя родили, которые тебя воспитали, к твоим братьям и сестрам. Ведь посмотрите, кто такие были левиты? Написано, «Они мои». Они родителей своих не признают и на братьев и сестер своих не смотрят, потому что они левиты, они представляют мою святость. Сыновья погибают, а Моисей говорит Аарону, «Не плачь и не снимай со своей головы это великое покрывало, которое на твоей голове. Ты не имеешь права этого делать, ты посвящен». Они согрешили все, «Не плачь». То есть, Он говорит, если ты хочешь прощаться, если у тебя вот эта боль продолжает оставаться, ты не можешь от нее избавиться, потому что ты сам ее воспитываешь, ты сам все время вспоминаешь. Запомни, люди уходят, ты идешь к вечности, ты идешь туда, пойдешь прощаться с ними, значит, ты неблагонадежен для Царства Небесного, ты там останешься. Это то же, что мы говорим, с нами ничего такого не будет, мы будем просто встречаться на некоторых торжествах, ничего такого не происходит, ну вот мы все побыли, все, и я такая же, я такой же. Это ты только так думаешь. Христос здесь сказал, если ты пойдешь прощаться с ними, то есть, ты будешь продолжать с ними иметь общение. Такой человек неблагонадежен для Царства Небесного. Шестая составляющая, посвящение дающее способность отличать голос своего пастуха от голосов иных и следовать за его голосом состоит в том, что это сердце будет взирать на спасение и не будет оглядываться назад на оставшихся и избравших себе погибель родственников. Бытие 19, 17, 26. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестностях сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Иисус, приводя вот это событие, Луки 17, 28, 37 говорит, так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, приходит время, когда нам надо выйти из Содома. Есть Содом, который Бог выведет из нас, а есть Содом, из которого нам надо выйти. Содом – это там, где нет Божьего порядка. Содом – это город гомосексуалистов и лесбиянок. Духовное лесбиянство и духовный гомосексуализм. Если бы его не было, не было бы и буквального. Оно не произошло бы. Оно вышло именно из духовных вещей. Когда люди не хотят подчиняться тому, кого поставил Бог, а избирают себе сами служителей или людей, которые бы льстили их слуху. Подобных себе. Не тех, которых ставит Бог. Когда Бог ставит кого, Он делает его не таким. Он делает сердце его иным. А они берут человека с подобным себе сердцем и ставят его и начинают слушать его. То есть, это Содом. То есть, от такого Содома нам надо выйти. Я часто говорю, если вы находитесь в таких церквах, где пастор является представителем, выбранным путем демократического сообщества, или пастор, который разделил церковь и объявил себя пастухом, выходите из этого Содома. Если вы хотите спастись, потому что приходит время, когда дети Божьи находятся вместе и начинают молиться и приближаться к Богу, и пастор является человеком, который поставил Бог, то Бог этот Содом выведет из них. Я пошлю ангелов моих, и они соберут плевелы из моего поля и свяжут их в связке. Видите, разница есть, когда Содом уходит от нас и когда мы оставляем Содом. И услышал я голос с неба в откровении к народу моему. Народ мой, выйди из Вавилона, вот из этого Содома, чтобы не участвовать вам в делах его и не погибнуть. Потому что, когда Бог начнет судить Содом, вот этот Вавилон, то если вы не выйдете из него, то вы понесете вместе с ними то, что предназначено для него. В тот день написано, когда Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный истребил всех, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. То есть, перед тем, прежде чем явится, Сын Человеческий зальет негодование свое в огне, перед этим Лот должен выйти из Содома. Праведники должны выйти. В тот день, кто будет на кровле вещь его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь двое будут на одной постели, один возьмется, а другой останется. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, одна возьмется, а другая оставится. На это сказали ему, где Господи? То есть, когда это будет? Как? Каким образом? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Орлы – это ангелы Господни. Труп – это когда вы умерли для своего народа, для своей национальности, для своего дома, а также для своей души вы стали трупом. И тогда ангелы Господни, для них это деликатес, они по этому признаку соберут людей своих. Седьмая составляющая посвящения, дающая способность отличать голос своего пастуха от голосов иных и следовать за его голосом, состоит в том, что это сердце не будет смотреть на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше и как оно ухаживается ровно. Притчи 23, 31, 35. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии не сразу, впоследствии как змей оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит разратное, и ты будешь, как спящий среди морей, как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же. Разумеется, речь не идет просто о женщине, обыкновенной речи идет о церквах. То есть, когда вы начинаете смотреть на вот эти лжецеркви, которые растворяют вино при любодеянии, и вы смотрите, как оно ухаживается, вы смотрите, как они себя ведут, что среди них происходит, вы увлекаетесь этими женами. И Писание говорит, а вы будете увлекаться чужими женами тогда, когда вы начнете пить вино при любодеянии. Есть вино Божие, а есть вино при любодеянии. Вино Божие преподается его посланниками, а вино при любодеянии, при любодеянии, это демократическими ставленниками, потому что они хотят иметь какой-то вес, они хотят иметь авторитет свой у вас, и они ищут этого. Посланники Божьи не ищут авторитета. Бог их авторитет. Они говорят правду, как она есть. Поэтому если мы завязали с вином и поняли, что это такое То это говорит о том, что тогда у нас появится способность Отличать голос своего пасуха от голосов иных Всякий раз, когда люди уходят, мы вдруг обнаружим Что эти люди выпивали потихонечку И не считали за грех пить вино Восьмая составляющая посвящения Дающая способность отличать голос своего пасуха от голосов иных И следовать за его голосом состоит в том, что это сердце будет способно стоять на страже Своего сердца, стоя на башне И наблюдать в сердце, чтобы узнать, что скажет Бог в его сердце И что следует отвечать ему Как следует с Богом вести разговор в своем сердце На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне И что мне отвечать по жалобе моей И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Читающий в нашем сердце только один может прочитать, это Господь. Сатана не может читать ваши мысли, только вы и Господь. Разве вы пустите Сатану, откроете туда? Но здесь говорится, чтобы читающий мог прочитать. Вот то, что вы напишите в вашем сердце, то Господь и исполнит в свое время. То есть вера вашего сердца будет исполнена. То, что вы приняли в семени, рано или поздно, исполнится. Если вы сохраните его. Потому что написано, жди его, оно не отменится, оно непременно придет. Если даже оно и замедленно, замедлит. Если даже все идет не так, как вы хотели бы и думали. Но Писание говорит, жди. Напиши четко, чтобы Господь видел, во что ты веришь. Кем он для тебя является, что он для тебя сделал? Продолжай. Пусть он читает. И в свое время он это сделает. И далее говорится, вот душа надменная, не успокоится, а праведная, свою верою жив будет. По этому поводу Псалом 88, 16, 17. Есть такое место, блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица твоего, Господи, а имени твоем радуются. Радуются весь день, и правдой твоей возносятся. Ибо ты украшение силы их, и благоволением твоим возвышается рог наш. Не важно, что еще не исполнилось. Не важно, что эти обетования еще не исполнились. Но Бог сказал, я их исполню, если ты их принял и посеял. Я их исполню. И, наконец, заключительное изречение в рассматриваемой нами аллегории, относящиеся к словам возлюбленного, в которых он обращается к безымянному сообществу, что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод манаимский. В этом изречении призвана или показана реакция возлюбленного на обращение безымянного сообщества к его возлюбленной, в котором практически это сообщество, утратившее свои имена, пытается отвратить его возлюбленную от его зависимости с одной только целью, чтобы пленить его возлюбленную и поставить ее в свою зависимость. Как некогда из-за своей зависти сделал отопавший херувим в лице змея сада Едемского, чтобы отвратить зависимость первого человека от Бога, с целью, чтобы стать Богом человека и поставить человека под свою зависимость. Фраза «что вам смотреть на Суламиту», обращенная к безымянному сообществу на иврите, звучит приблизительно так. Обратили ли вы внимание на Суламиту? Вы чувствуете разницу, если бы переводчики точнее перевели? Обратили ли вы внимание на Суламиту? Не что вы смотрите, а обратили ли вы внимание? Бог начинает хвалиться перед этим сообществом своей избранницей, ее реакцией на их. Оглянись, оглянись, оглянись. Он говорит, обратили ли вы внимание, как она себя ведет? Он начинает радоваться, смотря на эту реакцию. Поэтому смысл этой фразы говорит о том, что некто в лице возлюбленного хвалится реакцией Суламиты, в которой она игнорирует адресованное ей обращение «глянись». Поэтому фраза, обращенная к безымянному сообществу, «что вам смотреть на Суламиту» на иврите, обуславливает и вскрывает негодование и возгоревшийся гнев возлюбленного на это сообщество, а также говорит о постоянном расположении ума и сердца этого сообщества. Он вскрывает, кто это сообщество, которое находится в раздраженном и озлобленном состоянии, так как, отступив от лица Божия, это сообщество навсегда и безвозвратно утратило покой в Боге. И теперь их покоем и их пищей является их стремление отвратить Суламиту от принятого ею благовествования, главествованию иному, которое представляет это безымянное сообщество и которому следует это непрекаянное сообщество. В то время как слово «хоровод», которым возлюбленный дает определение функциям Суламиты, говоря, что он смотрит на нее как на хоровод, на иврите означает «пляска», «танец», «старец», «посол», «посланник». А вот слово «монаимский», обуславливающее имя и специфику хоровода, на иврите означает «лагерь», «стан», «полчище», «ополчение», «войско». Исходя из этого смысла, полная фраза, что вам смотреть на Суламиту как на хоровод, «монаимский» означает «обратили ли вы внимание на достоинство и призвание Суламиты, которое при всех ваших происках к ней и вашим глумлением над ней остается верной мне и, будучи моим посольством и войском, достойно исполняет вверенное ей служение». Практически в данной аллегории Суламита представлена в состоянии Иова, который остался верным и непорочным перед Богом, когда Бог хвалился им предклеветником. И цель Бога заключалась не только в том, чтобы похвалиться верностью Суламиты перед этим безымянным сообществом, но и чтобы испытать верность Суламиты, чтобы ввести ее в новое измерение своей власти и распространить пределы ее обитания. Аминь. Мы сейчас будем молиться и доблагословить нас Господь, осознать, понять и принять решение, что нам делать сейчас. Если истина, которую мы только что слышали, каким-либо образом как-то обличила нас и вскрыла, это говорит о том, что у нас еще есть возможность и время, Бог любит нас и дает возможность обратиться к нам и обреться в достоинство Суламиты. Бог хочет расправиться с вашими врагами, болезнью, нищетой, невежеством. Он хочет явить в теле вашем свое воскресенье, и Он это сделает. Оставайтесь верными, ожидайте те, которые приняли, ожидайте. Исцеление придет. И придет свобода от зависимости ко греху, к вашей национальности, к дому, к алкоголю, возможно, к наркотику, еще к чему-то. Бог освободит. Он силен это сделать. Слоним колено будем молиться, и все желающие бросить вызов покаяться. Мы ждем вас в алтаря. Бог на вашей стороне. Да благословит вас Господь. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас. Он не против вас. И прямо сейчас на этом месте Он может совершить чудо, сделать ваше сердце иным, освободить вас, бросить в безвозобвение ваши грехи, изменить ваше сердце, сделать вас бесстрашными, взять на себя ваш позор. Молитесь вместе со мной. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки подняты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим страхом, сердечной раной, с моей болью, с моей зависимостью, с моими болезнями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, исцели меня, покрой мой позор. Я открываю мое сердце, я принимаю Твое Слово во Святом Духе и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши, во имя Иисуса Христа. Да благословить Тебя, Господь, да презрить на Тебя светлым лицом своим и помилует Тебя и тогда с Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизиться. Да придут благословения гор, древних и холмов вечных, на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok